1 апреля 2019 года на канале «Железной магистрали» вышел сюжет об инициативе по возвращению трамвайного движения на вокзальную площадь в Киеве. Чтобы восстановить хронологию событий, посмотрим отрывок из того самого ролика. В марте месяце 2019 года на сайте Киевской городской госадминистрации была опубликована петиция о возвращении на вокзальную площадь трамвайного движения. Автор предложения пишет, что центральный вокзал является большим транспортно-пересадочным узлом, но, к сожалению, на протяжении многих лет территория вокзала превратилась в парковку и торговые ряды, создавая дискомфорт для гостей и жителей города, а также пассажиров общественного транспорта. Начнем с того, что трамвай и так существовал, там было разворотное кольцо трамвая не один десяток лет, но в середине 90-х, если я не ошибаюсь, его оттуда перенесли по каким-то неведомым эфемерным причинам. То, что трамвай нужно перенести на вокзальную площадь, я говорю об этом давно, грубо говоря, но вот именно активно об этом я начал говорить после того, как внезапно в сети появился какой-то криво нарисованный ногой рендер непонятно чего, который что называется реконструкция вокзальной площади. Центральный вокзал любого города, тем более многомиллионного, это по сути большой транспортно-пересадочный узел. В Киеве мало того, что вообще в принципе транспортно-пересадочных узлов качественных как таковых нет, так и вокзал еще представляет собой непонятно что. Если говорить о том, что нужно вернуть вокзалу статус транспортно-пересадочного узла, то в первую очередь вернуть нужно трамвай на его законное и удобное для пассажиров место. Что мы имеем по итогам кампании по сбору подписей? На сайте Киевской администрации, где генерируются все петиции, адресованные городским властям, данная инициатива собрала 1457 подписей. Для того, чтобы чиновники рассмотрели это предложение, нужна поддержка 10 тысяч киевлян. Между тем, зрители канала в своих комментариях к видеосюжету были солидарны с инициаторами данного вопроса. Большинство не устраивает транспортная система на привокзальной территории, особенно тот самый переход между станцией скоростного трамвая и вокзалом. Чтобы было более четко понятно, насколько доступны все виды транспорта, имеющиеся на привокзальной площади, я составил небольшой рейтинг. На первом месте у нас идет такси, оно всегда подъедет к вокзалу и доставит вас куда нужно. На втором месте маршрутки, их всегда можно увидеть на остановках и дождаться нужную машину в течение 10 минут, поскольку перевозчики соблюдают интервал. А дальше я вошел в ступор, поскольку дело дошло до коммунального транспорта. Несмотря на то, что остановки автобусов и троллейбусов находятся в нескольких метрах от центральных дверей вокзала, желание поехать на одном из этих видов транспорта сразу обернется в лотерею. Вы можете прождать нужный маршрут и 2, и 10 минут, а может и все 30-40. Метрополитен, несмотря на его близкое расположение к вокзалу, не особо порадует гостеприимством. В часы пик вас ждет огромная очередь. Скоростной трамвай в любом случае на последнем месте. Чтобы дойти до остановки, придется приложить немало усилий, особенно если вы с багажом. Топать нужно около 450 метров. То есть доступность к системным видам транспорта на вокзале украинской столицы ограничена. Если вам повезет, то можно уехать на троллейбусе или на метро за считанные минуты. В худшем случае, томительное ожидание нужного маршрута или очередь на вход в подземку. В качестве примера реорганизации дорожного движения на привокзальной площади можно показать Львов. Там проводится реконструкция дворцовой площади со сменой схемы движения общественного транспорта. Трамвайные пути переносятся ближе к выходу с вокзала. Там же обустраивается совмещенное полотно для проезда автобусов с остановками. Стоит также напомнить, что при строительстве южного терминала железнодорожного вокзала в Киеве планировалось направить потоки частного транспорта именно туда. А центральный терминал отдать под общественный транспорт. Но получилось не так, как хотелось. Посмотрев немало материалов в интернете на тему транспортных решений для привокзальной площади Киева, я нашел интересную схему. Она датируется 2017 годом и рассматривалась в Департаменте транспортной инфраструктуры КМДА. Это, можно сказать, комплексный план по продлению Борщеговского трамвая в центр Киева по улице Жилянской с выходом ко Дворцу Спорта. Главная идея данного проекта заключается в том, чтобы линию скоростного трамвая повернуть возле Воздухофлотского моста в сторону железной дороги и вывести к привокзальной площади. Согласно проекту, трамвайные рельсы должны пройти вдоль северных пригородных платформ и, повернув влево, выйти на перекресток улиц Жилянской и Петлюры. Остановка скоростного трамвая вокзальная должна расположиться внизу возле основания площади. Далее линия поворачивает на улицу Жилянскую и идет в центр. Еще одно нововведение данного проекта – это трамптрейн – рельсовый вид транспорта, который может ездить как по городским трамвайным линиям, так и по обычной железной дороге. На схеме он выделен фиолетовым цветом. Здесь тоже хочу привести примерно уже одного из немецких городов. В Хемнице есть похожая система. Трамвай прямо с улицы заезжает на вокзал и далее следует по железнодорожным путям. Но здесь есть одна особенность. По железной дороге трамвай едет при помощи дизельного генератора, поскольку ток в контактной сети для трамваев и поездов имеет существенное различие по мощности. И третий блок на данной схеме – это конечная остановка трамваев на улице Старовокзальной. Она остается для маршрутов, следующих на подол. При этом, судя по чертежу, должны быть выезды и на линию скоростного трамвая. Пока все идеи по улучшению мобильности в районе железнодорожного вокзала Киева остаются либо на бумаге, либо в компьютерных файлах. По всей видимости, в кабинетах столичной администрации не готовы думать о комфорте жителей столицы и гостей города. Проще говоря, в Киеве создаются тепличные условия для работы частных автоперевозчиков, которые, пользуясь отсутствием порядка в транспортной и коммунальной сфере, остаются пока одними из основных игроков на рынке пассажирских перевозок. Субтитры создавал DimaTorzok